Продолжение следует... Продолжение следует... И вот из этой таблицы нам понадобится столбец, где третий столбец, вот этот. Продолжение следует... Каждый выберите, пожалуйста, одно из зерен и посчитайте, какой у него будет возраст. Это посильная задача, я надеюсь? Ну, должно быть, спасибо. Хорошо. Так. Считаем тогда. Так, и тут можно попробовать... Если есть вопросы, вот сейчас как раз самое время, если что-то непонятно, немножко можно спросить. Тут, собственно, первое, что нужно сделать, это выразить время из этой формулы. И дальше нам нужен будет алгоритм. Время T маленькое или T... T большая – это период полураспада. И T маленькое – это вот то время, возраст, который мы ищем. Вот здесь, если что, вот здесь 703, это 703.8 – это в миллионах лет. Million years. Т... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так, вот меня тут спрашивают про записывание лекции. Уже все пошло, да? Все хорошо. Так, вот в всякий случай еще раз формула. Продолжение следует... Это действительно правильно. Да, правильно. Продолжение следует... Вот, собственно, потом что получается? Потом мы делаем наш 207-й свинец. Делим его на уран. Отсюда у нас берется отношение. Прибавляем единицу. И это будет равно нашей двойке в степени чего-то там. Ну, тут сейчас вся проблема, что они большинство телефонов, я думаю, и там логарифм... Да, я понял про проблему, что не с чего взять логарифм. Блин. Сейчас. Да, у меня нет логарифма. Ребята, смотрите, вот то число из таблицы, которое у нас есть, это вот первое, что в формуле стоит. Вот вы берете это число, прибавляете единицу. Если я правильно понимаю. Да, 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 да. Вот это число, плюс 1, равно 25. А потом вот из этого числа надо взять логарифм по основанию 2. Это одиннадцатый класс. Вот это сейчас будет посчитать и мне не в чем. Да, я понял. Негде посчитать логарифм, окей. Это плохо. Я не знаю, что делать. Можем тогда просто... Я в беседу отправил, я скриншот сделаю с компьютера. Опа. Угу. Ну ты можешь просто число отправить, в смысле написать цифру. В беседу. Те, кто не может сделать, те, у кого нет возможности прочитать логарифм, потому что не с телефона или еще чего-то, вы все равно прочитаете до конца, вы выразите в явном виде Т. Что им должно в конце получиться? А, вот. Хорошая идея. Тут в чате сейчас появилось сайт, в котором можно писать логарифм. Вы, если вы туда зайдете, с телефонного браузера, вы, скорее всего, на полминуты пропадете из беседы, и вас не будет видно, потому что у вас выключится видео, но оно у вас так выключено, поэтому, скорее всего, все нормально. Так, что у нас дальше происходит? Дальше у нас происходит логарифм по двойке. Вот это наша дробь свинца и урана плюс 1. У меня получилось 3969. Вот в этих единицах, в которых у меня период полураспада. Да, да, да. Да, похоже на правду. Да. 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 Пока Георгий пишет, дети, я вам скажу одну такую вещь. Вот в школах больше любят сразу числами, а в институты, когда вы придете, вам полностью всегда выписывать формулу. Что делает Георгий? Надо как-нибудь будет купить все-таки планшет для таких вещей. Вот, я в конце зеленым написал конечную формулу. Я надеюсь, у вас получилось то же самое. Вы можете попробовать себя проверить, пользуясь сайтом, который сейчас в чате там лежит ссылка. Хорошо, давайте так, сколько сейчас времени мы уже этим занимаемся? Мы пройдем 10 минут. На, 10. Вот, и нужно еще время дать или у вас появляются какие-то вопросы или как вообще? Или все хорошо? Да, у меня все понятно, все хорошо. Хорошо, у кого есть ответы, пишите их в чат. Просто, чтобы у нас они были в письменном виде, где-то сохраненные. Так, это все в миллионах лет. Вот эта единица, это миллионы лет, чтобы было понятно. Еще у кого-то есть ответ? Ну, я дарю, что-то. Ага, хорошо, тогда даю еще. Да, тогда как раз даю еще минут пять. Ай, Андрей, напиши еще в чат вместе с номером, вместе со своим возрастом еще номер зерна, который ты решил посчитать возраст. Ага, спасибо. Так, еще есть. На сегодняшний день. Ага, спасибо. Ага, спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... У нас сейчас нет огромного смысла в том, чтобы считать до какого-то большого количества знаков после запятой, потому что мы все равно в наших расчетах не учитываем погрешности анализа. Вот тут вот есть там после каждой этих плюс-минус что-то. Вот эта погрешность, мы ее не учитываем, потому что тогда нужно будет сложнее считать. Вот. Ну и раз мы ее не учитываем, можно сильно особо не париться с количеством знаков после запятой. Типа можно вообще без знаков после запятой считать. Просто, что можно сильно из-за этого не напрягаться. Кому-то нужна помощь? Кому-то что-то непонятно? Ну я вот все-таки застопорился на 1.92 логари. А в чем проблема? Ты же там на сайте подставляем. Внизу двоечку, а наверху... Смотрите, у вас получается, к примеру, берем, ну, самый последний, 43.8. Прибавляем туда единицу. Будет 44.8. На сайте ставим диалгарифм. Внизу двоечку считаем, а там 44.8. Получаем число. Его умножаем уже на 703.8. Так, я сейчас сотру все, что я тут накарякал. Если кто-то против, скажите об этом сейчас. Я думаю, они уже записали. Хорошо. Так, хорошо. Вот у нас есть уже какие-то ответы. Давайте тогда пойдем дальше. Те, кто не успел досчитать, вы можете досчитать после и сами себя проверить. Те, кто сейчас уже успел посчитать, давайте тогда прямо сейчас все вместе и проверим. И для этого мы, я нажму пробел, и у нас появится закрытая часть таблицы с ватеростами. Так, вот у нас есть 9.1, 3.9, 6.9. Примерно. Тут разница в 20 миллионов лет. Чего еще у нас есть? Еще у нас есть 1.2, 3.3, 2.8. 3 миллиарда 328 миллионов лет. Так, вот тут у нас сильно разошлось. Еще у нас есть 1.1, 4, 141. Так, тут все нормально. Чтобы сразу вы понимали, тут есть разные варианты подсчета возрастов. Мы с вами считали возраст по седьмому свинцу и по 235-му урану. Еще, соответственно, бывает возраст по 206-му свинцу и 238-му урану. А еще бывает возраст, который... Ну, то есть можно его назвать средним. То есть это возраст, который учитывают обе системы. И уран 238-й, 206-й свинец, и уран 235-й, 27-й свинец. Но при этом это не в лоб, когда они берут среднее арифметическое или среднегеометрическое. А это наоборот... То есть это вот та формула еще изначальная, закон разделительного распада. Она там подстраивается так, чтобы учитывать и то, и то. И вот здесь как раз такой возраст посчитан, который самый точный из тех вариантов. Вот. И поэтому у нас... А мы посчитали довольно простой вариант. Поэтому у нас могут быть небольшие различия. То есть порядка 20-30 миллионов лет... Это нормальная разница. Вот. Но что мы отсюда видим, самое главное? Самое главное, что мы здесь можем увидеть, это то, что... Это самое... Вот эти анализы, это анализы самых древних... Это самое древнее, что мы можем найти на Земле. Самое. И там возраста получается 4 миллиарда лет, 4,2 миллиарда лет. Вот такого порядка. И ничего древнее на Земле мы пока еще не находили. Собственно, вот просто чтобы... Если кому-то интересно... Я это в этом все скину все равно. Презентацию я могу ее дать. Вот. Ну, в принципе, вот, если кому-то интересно, чтобы посмотреть вообще, что это было за исследование, это вот. Вот так он выглядит. Ну, что за минерал циркон? Вот что нам говорит наличие вот таких минералов, таких возрастов для этого минерала о возрасте Земли? На самом деле, не очень много. Дело в том, что циркон, он... Циркон, он... Это минерал, который встречается вот в этой горной породе. Возможно, кто-то... Кто знает, что это за горная порода? Есть такие? Хорошо. Может, кто-то... Да, кто-то есть. Это, если что, гранит. Это гранит, и циркон встречается именно в этой горной породе обычно. И, соответственно, вот те цирконы, которые они изучали, это были цирконы из гранитов. А как образуются граниты? Граниты — это горная порода, которая появляется обычно... Вот самый простой способ сделать гранит — это сделать вулкан. И тогда вот под вулканом, в том месте, где очаг, вот после этого, после того, как уже вулкана не будет, все кончится, весь вулкан кончится, после этого, в том месте, где был вулкан, под ним будут граниты. И, соответственно, что получается? Вот наши возраста про 4 миллиарда лет, про 4-2 миллиарда лет по цирконом для Земли — это значит, что не что Земля образовалась в это время, это значит, что у нас к этому моменту Земля образовалась и с ней успела произойти достаточно всего интересного, чтобы на Земле уже появились вулканы. Вот. И сколько времени должно произойти между образованием планеты и появлением вулканов, никто не знает. Поэтому нам нужно как-то исхитриться и найти другой способ измерить возраст Земли. Вот. И для этого, чтобы дальше разобраться, давайте теперь тогда немножко поговорим о том, как в принципе образуется планета. Продолжение следует...